Дорогие соотечественники, поговорим мы сегодня о том, что удивляло замечательного, удивительного философа Канта. Канта сказал, что ничто так не поражает мое воображение, как звездное небо над головой и моральный закон внутри нас. И вот оказывается, что на самом деле вот эти проблемы, в частности проблема совершенства, которую развил впоследствии Гегель и на которой небезызвестный американец японского происхождения Фрэнсис Фукуяма выдвинул такой тезис. Это фактически тезис о совершенстве. Дескать, современный мир достиг стадии совершенства, все глобализировано, везде порядок, везде ВТО, везде действуют четкие правила, законы. Остается всему миру взять и под это дело построиться и пристроиться. Однако Фрэнсис Фукуяма, как и его учитель Гегель и как предшественник их Кант, забыли одну простую вещь. Совершенства-то бывают разные. Вот китайцы, у которых я работал, у них свое понятие совершенствует, у европейцев свое, у русских свое, у арабов свое, у индусов свое понятие совершенствует. И получается, что когда эти совершенства сталкиваются лбами, а это происходит обычно в эпохе больших кризисов и больших перемен, возникают очень опасные идеологические, экономические, политические коллизии и сражения. И в это время мир, когда он перестраивается, когда меняются центры силы, начинает колбасить и лихорадить. Вот для того, чтобы понять то, что происходит у нас с вами дома, недостаточно понимать только того, что происходит у нас дома. Для этого надо знать тот мир, в который мы погружены и с которым связаны тысячами нитей. Чтобы разобраться в этом, я пригласил сюда в студию, я сейчас произнесу слово политолог. Но это тот редкий политолог, который, как и Богдан Цирдин, человек, во-первых, а, дипломированный, то есть он на самом деле политолог, представитель этой науки политологии. И был у него, несмотря на его сравнительно, так скажем, молодой возраст, огромный, колоссальный опыт практической работы. И так у нас в студии Корнелий Чурев, настоящий политолог, очень мудрый, я так скажу, парень, возраст не позволяет, которого я очень уважаю. — Здравствуйте. — Корнелий, вот после такой преамбулы со звездными небесами, с моральными законами, с совершенствами внутри и вокруг нас, скажи, пожалуйста, вот мы видим, что мир как-то трясет, лихорадит, дело порой доходит, скажем, в экономическом. — Мы смотрим, там такие санкции, мы пошли сейчас между Штатами и Китаем на сотни миллиардов долларов, это уже не шутки, это экономическая тарифная война. Смотрим, как трясет в Сирии вот эти напряженности, там сбивают друг друга, там черти что творится. У нас дома происходят удивительные вещи, напряженность явно нагнетается, нарастает. Что происходит в мире, что происходит с нами? — Я попытаюсь ответить на этот вопрос, определенная перестройка происходит, конечно, она вызвана теми тектоническими силами, которые находятся за океаном, и, конечно же, появление Трампа привело к этому. Но Трамп — это личность, но, конечно же, мы понимаем очень часто, что за личными скрываются какие-то вот эти сдвиги, тектонические силы, и это, конечно же, желание вот как-то приостановить течение в сторону наднационализма, течение в сторону ослабления государства. — Можно на одну секунду, вот чтобы наши дорогие соотечественники, дорогие телезрители, может быть, не все знают, что такое слово тектоника. Тектоника — это когда огромные пласты земли начинают наползать друг друга, образуются горные массивы, обвалы, обрывы, или, наоборот, расходятся, там вулканы бьют, гейзеры. То есть тектоника — это что-то геополитическое, что-то такое географическое. — В политическом смысле мы имеем в виду, что тектоника — это какие-то мощные силы, которые невидимы напрямую, но они воздействуют на нашу жизнь огромным образом. И вот этот сдвиг в сторону национального государства имеется в виду, или государство, потому что США… — Или государственности как свойства. Оно ощущается в случае с американцами, они вновь заговорили о Великой Америке, оно ощущается в России, которые говорят о суверенной демократии, о демократии, или руководимой демократии. — И оно ощущается в Евросоюзе, потому что там выборы, и появляются так называемые нелибералы, или и-либералы, появляются нативисты, появляются националисты. — Но оно ощущается и в Молдове. Вот выдача, например, этих семи турок — это услуга, которую оказало государство государству, и в некотором смысле обойдя интересы там каких-то личностей, индивидуумов. — Это также и наша более жесткая позиция в отношениях с Евросоюзом, потому что мы вдруг почувствовали, что да, Евросоюз несет какие-то модернизационные выгоды, но в то же время ослабляет нашу государственность. Например, требует от государства постоянных уступок, на которые очень часто государство идти не может, и отсюда появились определенные трения. — То есть вот это возвращение, попытка государства вернуться на политическую арену. — То есть можно так сказать, что именно во времена перестроек появляются, когда начинаются рушиться какие-то устои и так далее, — тогда появляются возможности вернуть, возвратить себе какую-то часть утраченного суверенитета. — Потому что когда все устаканено, все под всеми, вертикали все властные устроены, и вот когда начинаются шататься какие-то колонны, мы видим, и между союзниками трения начинается. — Европа, США, я смотрю, качать суверенитет началось, и это мы видим, в ответ последовали санкции. — Да. — И можно вот так, мы работаем сейчас как бы на телезрителя, вот можно, я как от имени телезрителя спрашиваю, можно вот это как бы вот так понимать? — Ну, вы имеете в виду, что во время вот таких шатаний можно получить какую-то выгоду, да, сделать, осуществить какой-то проект, который иначе невозможно осуществить. Я с этим согласен, но с замечанием, что также можно очень сильно потерять, когда очень сильно все шатается, тогда это может на тебя обрушиться. Поэтому мы действуем очень осторожно, меня в данном случае, вот вы представляли как практика, меня больше интересует, как ведет себя моя страна, Молдова, она ведет себя очень осторожно. Я вижу эти импульсы, например, вернуться к идее государственности, но в то же время нельзя обижать Евросоюз, совершенно нельзя, потому что и Запад, и ввиду этого очень осторожное наше поведение, в отличие, например, от венгров и поляков, которые могут себе позволить даже каким-то образом высказать свое «фе» в Брюсселе. — У них голос в Европарламенте? — У них есть голос, но у них его могут и забрать, хотя навряд ли, потому что там они нуждаются в… — Тут Brexit и еще эти… — Нет, Brexit, да, и сама процедура очень сложная. — Да, но это усугубит тогда процесс. — Да, то есть они себя, они также себя ведут, но в более жестком виде. Румыния, посмотрите, наши соседи, некоторые скажут, наши братья, да, она вопросы коррупции рассматривает сейчас иначе, чем это им советует Брюсселе. То есть есть более смелые, но они и более сильные акторы, которые продвигают эти идеи и хотят возвращения к национальности, государственности напрямую. Ну, мы делаем это помягче, я это понимаю, потому что мы осторожны, мы хотим, чтобы нас не засыпало. И мы… — Чтобы не засыпало санкциями. — Санкциями или, скажем так, заморозок какой-то в наших отношениях с Евросоюзом, что отнюдь мы в этом не нуждаемся. — Согласен. Значит, это ответ нашим дорогим соотечественникам, нашим телезрителям. — Да, идут большие глубинные процессы, мы в них участвуем. Вот хотелось, опять этот случай с Турцией, хотелось, в принципе, конечно, по-человечески можно понять негодование многих. И правильно было с христианской точки зрения отказать. Но здесь играют не личности, не индивидуумы, не граждане. — Не личностные интересы, а государственные. — Здесь государственные интересы. И государство, оба государства поступило, исходя из своих национальных интересов. Это, конечно, в некоторой степени определенная дегуманизация. Это не есть очень хорошо, как я уже говорил, с христианской точки зрения. Но именно таким образом действуют большие игроки на международной арене. И мы должны в этом участвовать и знать правила игры. То есть, получается, что когда Кант говорил о моральном законе внутри нас и о звездном небе над головой, можно так сказать, что передвижение звезд — это передвижение государственных интересов, а связанные с этим моральные коллизии — это дает себя знать моральный закон внутри нас. И иногда приходится, особенно политикам и политиканам, исходя из каких-то государственных, а иногда из групповых и корыстных интересов, часто нарушать эти моральные законы. — Ну, естественно. Моральные законы — они для личностей, но не для государств. Вот в мере, скажем так, по мере возможностей государство пытается их не нарушать. — То есть, по мере того, как государственность или государство ответственно перед личностью, потому что оно обязано его защищать, иначе зачем оно нужно, правильно? Главная функция — ты делегируешь государству функции защиты. Потому что иначе все взяли пистолеты, ножи, виллы, разборки, шли бы на улицах и так далее. Поэтому мы делегируем государству право на насилие и на многое. — Ну, я не знаю, вы делегировали что-то или нет? Это вечная дискуссия. Никто ничего не делегировал. Это, в принципе, фикция историческая. — Внимание, мы говорим формально. Потому что если почитать все учебники той же политологии, или почитать все учения, то в этом плане Михаил Федорович такой же либерал, как я не знаю кто. Это фикция. Это так и скажем. — Все-таки политологическая традиция говорит о том, что государство — это меньшее зол, как тот левиафан, который возникает для того, чтобы мы не перерубили. — Имеешь в виду Черчилля? Он говорит, что демократия — это большая мерзлость, но ничего лучшего не создано. — С той же оперы, с той же... Поэтому, конечно же, государство является более важным игроком, нежели мы. Я ничего никому не делегировал, но я признаю важность существования государства как феномена, потому что оно меня в некоторой степени, в некоторой незначительной степени защищает. Она меня может и покарать. Она может мне сделать это левиафан, это монстр, который не думает, когда очень часто, когда что-то действует, он может кого-то нечаянно подмять. Но, в принципе, благодаря существованию этого монстра, этого государства, которого мы должны в то же время и защищать, вот у нас нет больших проблем. Мы можем свободно гулять по улице в относительном спокойствии, нас никто не тронет. Мы можем зарабатывать деньги, конечно, возвращая часть этому монстру, потому что он тоже свою часть обязательно берет. Он в доле. Он в доле. Но всегда монстры берут дань с общества. Вы знаете эти легенды про то, как прилетают монстры, забирают самых красивых девиц и улетают, и общество отдает, потому что понимает, что... Если только девиц, так еще и всякие драгоценности. Поэтому вот сейчас мы находимся в такой ситуации, что мы должны защитить своего монстра в Молдове. И это происходит по всему миру, потому что кто-то хочет его украсть, нашего хорошего, доброго, сильного, но он не такой сильный, оказывается, монстр. И не такой добрый. И не такой добрый, но и кто-то хочет его у нас украсть. И вот все думают, кто этот монстр, кто эта сила, злая сила, которая хочет украсть нашего добренького монстра. И оказывается, вот все его по-разному определяют, но в принципе это какой-то параллельный монстр, невидимый монстр, более сильный, более наглый, и в то же время он скрытый, потому что никто не может правильно указать, как он выглядит, и все называют его параллельное государство. А под это подразумевает существование какой-то скрытого альянса между секретными службами, между Соросом, Джорджем Соросом, между транснациональными корпорациями, между гражданским обществом, то есть какие-то такие невидимые вроде бы ангелы силы добра, которая вот хочет украсть нашего злого монстра, я уже возвращаюсь, а оказывается, что этот наш злой монстр, он в принципе нам ближе, чем вот эти силы добра. Тогда тут возникает такой вопрос, это очень важно, то, о чем мы говорим. Пока вот мы говорим и говорим, скажем, образно, фигурально, так, чтобы как-то было людям понятнее, о чем идет речь, не используем специальных терминов и не загружаем эти мозги, возникает такой вопрос. Вот в Соединенных Штатах, потому что, мне кажется, основные тектонические толчки идут сейчас оттуда, тем более в преддверии выборов, правильно? И, потому что я когда был в Штатах, вот, в 93-й год, как сейчас помню, приглашение Госдепа США, программа USA, там университетское образование, были и в ТАПС-Скул, в Гарварде, и в Джорджтауне, где только мы не были, это представители нескольких бывших, как бы, республик советских, вот, и мы, так сказать, это, что я там почувствовал? Уже тогда чувствовалось, а на дворе был всего лишь 93-й год, и вот в разговоре с людьми, которые, ведь поставщики кадров Госдепартамента, это в первую очередь ТАПС-Скул Гарварда, и Джорджтаунский тоже университет, кстати, Клинтон из Джорджтауна, другие там из Гарварда и так далее. Я говорю, люди добрые, кстати, половина профессуры там еврейской национальности, даже там выходцы из Одессы были, чем я был очень обрадован, спросил, а кишиневцев никого нет, они говорят, кто-то из Унген тут где-то, везде на четверть бывшие наши, так сказать, отечественники. Так вот, это весьма мудрые, насмотревшиеся, понимаешь, все, люди, они сказали, у нас сейчас назрывает раскол в наших элитах, я говорю, что за раскол, вроде как есть теория мировой закулисы, она едина, там все из какого-то центра, всем в мире управляется, они говорят, к сожалению, это не совсем так, вот, я говорю, что за раскол, какими, они говорят, одна группировка, это финансисты, которые работают сугубо с денежными средствами, их деривативами, акции, там всякие, свопы и прочие, там опционы и тому подобное, кстати, это огромный рынок, а с другой стороны промышленники и военные, это люди, которые обеспечивают безопасность вот этих самых финансистов, и они считают, что те с ними не делятся должным образом от этого пирога, типа, мы вас, ребята, крышуем, мы вас прикрываем, как бы ваши задницы, ну, это чисто американское выражение, а вы не хотите делиться, и денежки куда-то уходят, там, и в Китай, уже тогда шла проблема, что деньги куда-то уходят в другие места, и рабочие места, и многое что другое в Штатах, и вот мне кажется, что феномен Трампа, это когда пузырь лопнул, и вот это противостояние между промышленниками и военными, это традиционная Грейт Америка, и, скажем так, люди, так сказать, понимать граждане всего мира, каковыми космопополилиты, как говорят, какими являются финансисты. Не ошиблись ли эти ребята из Гарварда и Джорджа Штауна? Ну, в принципе, можно, конечно, так обрисовать, я даже, мне кажется, это всеобъемлющий раздел, деление, которое, в принципе, покрывают и другие. И Старая Америка, и Новая Америка. Старая Америка – это белые первые мигранты, которые приехали. Новая Америка – это уже люди других национальностей, меньшинства и так далее. То есть, в принципе, я бы с этим делением согласился, и, конечно же, Америка финансистов, Америка доллара, золотого миллиарда, она сейчас, скажем так, немножко в непонятке, потому что вот Америка военно-промышленного комплекса, она вроде бы сейчас как бы представлена Трампом, но мы видим, что Трамп не всесилен, это означает, что он ограничен своих действий, потому что есть и другая Америка, очень сильная Америка. То есть, что сильнее, меч или злата? Злата часто оказывается сильнее. Да, 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 и никто точно сейчас вам не скажет, а будет ли Трамп не зложен или нет, потому что процессы идут. И это очень интересно узнать, что даже в такой большой стране, как Соединенные Штаты Америки, вот эта элита, она не едина, а это означает, это тоже... Война элит. Означает, что у нас есть свои шансы играть с теми или другими. Вот очень часто опять говорят, а вот Плохотнюк не... Да, у Плохотнюка плохие связи в США или хорошие. Нет, у него связи с определенными элитами, а у оппозиции они могут быть с другими элитами. А мы видим, вот в этом наша ошибка, мы продолжаем видеть США как нечто единое, сплоченное. И поэтому... Тем более Евросоюз еще тут у нас. И поэтому видим в этом противоречие. А на самом деле, каждая страна контактирует с какой-то группой влиятельных элит, и, возможно, эти элиты находятся в противоречии. И этим объясняется, что и Плохотнюка принимают в США, и Майю Санду принимают в США, и оказывают и тем, и другим внимания. Тогда возникает следующий... В этом, скажем, мы пока говорим не о Востоке, поговорим о нем. Вот, тем более, я говорю, служил послом в Китае, вроде так неплохо разбирают, что там происходит. Вот, с Западом знаком меньше, потому что, вот, говорю, только это месячная поездка, мне удалось пощупать, что такое США, что такое Америка, понять, как они живут, ментал в какой-то степени. В Европе там почаще приходилось, на конференциях и прочих. Вот теперь европейцы. Значит, до сих пор ситуация была такая. США ведомые, Евросоюз ведущие, а Евросоюз ведомые, то есть те, кто... И вдруг между ними опять пошла трещина. А мы получилось, вот мы тут, времен Европы и так далее, тут что-то у нас народ как-то запаниковал, потому что непонятно, одни ставят ставку на одних наших лидеров, европейцы на других наших лидеров, тогда еще элиты там. Что ты можешь сказать? Ты хорошо, насколько я знаю, знаком с структурами Евросоюза, причем практически общался с этими людьми, знаешь их ментал. Что сейчас происходит? Что это за линия раскола? Теперь не по линии внутри США, а между США и Евросоюзом. И, соответственно, это отражается, мы видим в самом Евросоюзе. Поляки, Прибалты, группировка про США, другие группировки про Германию и так далее. Ну, на самом деле, я в последнее время реже общаюсь с европейцами. Тем не менее. Я раньше с ними, конечно, часто общался, ездил, встречались. Сейчас реже, потому что приходится вот с возрастом все тяжелее и тяжелее скрывать свою сущность и свое видение. И как-то я открыл в себе, но я всегда знал, что это существует. Может быть, трудно? Трудно, но это все равно выходит наружу. Я раскрыл в себе вот эти евроскептические настроения, которые были всегда, и я их высказывал, но вот они сейчас более четко проявляются. И поэтому мой диалог с европейцами сейчас происходит все сложнее и сложнее. хотя многие знают, что я и раньше с ними ругался. Но это было на конференциях, и это было после девяти часов вечера. За рюмкой чая. За рюмкой чая. Нормально. Так точно. Вот и когда вы говорите вот об этом расколе между ЕС и Соединенными Штатами, я за ним наблюдаю. А он чувствуется. С 2001 года тогда образовалась новая и старая Европа. Старая Европа, это, конечно, Франция и Германия, которые ратуют за усиление Евросоюза, за мощную такую державу, которая была бы сильнее и США, и Китая, и России. А появилась новая Европа, и в нее входят и Польша, и Румыния, Прибалт, Чехия, Словакия, Вышеградская группа, возможно, за исключением Венгров, Болгары. То есть Центральная Европа, Балтийские страны и Юго-Восточная Европа, которые вдруг поняли, что намного выгоднее иногда ориентироваться на США. И почему? Потому что оказывается, даже в эпоху постмодернизма, когда все превращается в шутку, проблема безопасности является самыми главными. Они остаются шутки. То есть постмодернизм это какая-то мишура, фасад, а на самом деле все остается по-старому. И нужно защищать себя от врагов. И вдруг вот эти европейцы, которые, нужно признать, находятся ближе к России, они видят оттуда, что исходят основные угрозы, они вдруг себе сказали, а нам опять, нам нужна Америка, нам нужен Вашингтон, а не Берлин, потому что у них есть солдаты, у них есть танки, у них есть все остальное, оружие, которое нас может защитить. И поэтому вот эта главная линия раскола, которая вот... То есть, скажем так, сотворили ребята пугало, созвали электорат в стадах, как полагается, и пошла дальше конъюнктура. Вторая линия вот этого раскола, они уже начали говорить, хорошо, вы говорите нам про ценности, Евросоюз, Бруссель говорит нам про какие-то химеричные ценности. Во-первых, мы видим, что это не совсем так, что даже у вас есть двойные стандарты, а мы должны, а для нас важнее не ценности, для нас важно устоять и как внутри, потому что эти страны очень нестабильны внутренне, и также защитить себя от внешних врагов. Ну, и сейчас пошла уже как бы третья трещина, потому что эти страны начали действовать, действовать, они начали немножко уходить от той классической демократии, которая, наверное, не существует даже в Евросоюзе, но о которой много говорят, и они начали прибегать к довольно-таки авторитарным методам правления, к чему и привыкли исторически, что в принципе характерно и для Соединенных Штатов Америки, потому что демократия американцев, она все-таки основывается на сильном понимании государственного интереса, а вот это немножко непривычно для старой Европы, которая, ну ее тоже можно понять, она, смысл формирования старой Европы это уход от жесткой силы, превращение всего и вся в мягкую силу, в силу денег, в силу ну притяжение, скажем так, в притяжение об обольщении. Скажем так, не кнут, но пряник. Да, да, бить пряником. Хорошо. И вот вот этот, эти моменты, конечно же, создают вот этот конфликт. Иногда лежит кнут, он сладким бывает. И последний пример вот этого раскола, который еще не сильно, который скрывается, это, конечно же, недавний саммит Тримория в Бухаресте. Это, конечно же, проект, связанный с желанием американцев создать пояс, сильный пояс, скажем так, подконтрольным Вашингтоном, присутствия, но в то же время он направлен на ослабление Евросоюза, потому что Евросоюз теряет влияние здесь, и поэтому на этот саммит напросилось правительство Германии, они хотели тоже присутствовать, хотя изначально их никто не приглашал, как наблюдатели они хотели. Теперь переходим к отношению Запад-Восток. Давай посмотрим с точки зрения мировой экономики. Берем, к примеру, Китай. Я хорошо знаю Китай, работал там несколько лет, неплохо изучил эту страну. Что интересно, Китай, коммунистическая страна, никуда столько вот эти товарищи финансисты, как из США, так и из Европы, не поместили своих капиталов, чтобы получать хорошие дивиденды, как Китай. То есть, казалось, коммунистическая страна, площадь Анямин, права человека, то да сё, третье, десятое, и, ну, как говорится, капитал течет туда, где большая прибыль, где есть доходы. И в результате что получилось? Ничем не обеспеченная часть долларовой массы, я говорю отчасти, которая не обеспечена, она в тандеме с китайцами, которые производят реальные товары и услуги, особенно товары, потому что людям надо одеваться, людям надо какие-то гаджеты, кипосу, много чего другое, вот, и эти вещи оказались, значит, вот эта денежная масса и масса этой продукции, они как бы в мире создали вот этот некий баланс. Теперь пришёл Трамп и говорит, что за баланс? Так, начинаем таможенную войну с Китаем, и пошло-поехало. И вот в этом смысле тут, конечно, и другие страны почувствовали и Индия, и Россия, и другие моменты, когда, ребята, надо объединяться. И от разговоров стали переходить к делу. Мы видим, что сейчас уже пошла речь того, а нужен ли нам везде его величество долларов? 80 где-то процентов мировых транзакций в долларах, это известно. Вот, а вот эти пугало санкций, наплевать на ВТО, как Трамп имеет вот такую моду, это сполошило всех. И стали уже задуматься, а не объединиться ли нам, делать какие-то расчеты в собственных валютах и так далее. Чем это опасно противостояние Запада и Востока? И, кстати, вот в той же Сирии мы видим, как вот эта линия раскола, там уже ракеты летают, пушечки постреливают, люди гибнут. И не опасно ли это? Вот даже некоторые говорят, вот первая, вторая мировая война вроде тоже начинались. Одна убийство этого эрсгерца Гаффердинанда, другая это в Гляевице вот эта постановка и так далее. Вот что можно сказать? Насколько опасна вот эта попытка дестабилизировать вот так редко эту систему? В которой наверняка сила восторг, стала уже соизмеримой силой Запада. Я думаю, что Трамп не самоубийца, он пытается пересмотреть все эти... Блефует ванну? Нет, он не блефует, он хочет переориентировать потоки денег в свою пользу, потому что он считает, что Америка была, скажем так, эксплуатирована другими, то есть выкачивались эти доллары из-за того, что торговый баланс американцев с китайцами, с Евросоюзом А на самом деле доллары выкачивались собственными финансистами, он их в этом и обвиняет. Да. Основная масса. Поэтому, конечно же, сейчас возникли все эти конфликты, но мне кажется, что пока что не идет речь о том, что роль гегемона США будет меняться, в этом никто не заинтересован. мы привыкли критиковать. И в Молдове ввиду наших корней, советских корней, есть привычка относиться отрицательно к американцам. Иногда они этого и заслуживают, потому что великая держава, когда они двигаются ненароком, они кого-то могут задавить, и они давили достаточно. Но, в принципе, в научной литературе все признают, что роль гегемона, который сейчас выполняет США во всем мире, она положительна, потому что она предоставляет определенные услуги. Ты хочешь сказать молдавскую поговорку? С кембаря дом не лорди, букурия не бунила? Кстати, мы на это никак влиять, конечно же, не будем. Да, но у нас хотя бы аттитюда, отношения очень важные. Да, мы должны ориентироваться и правильно выстраивать свои отношения. То есть американцы, они предоставляют валюту, вот вы об этом говорили, он называется в английском языке land of the last resort, то есть та сила, которая может тебе одолжить, когда уже некому будет тебе помочь. То есть в этом случае выступает США через МВФ и помогает, опять, многие критикуют МВФ, но в принципе вот это. Кстати, сам Сорос, уж казалось, сам Сорос, главный идеолог либерал-демократии, по сути, это так. И он говорит, что везде страны, везде, где МВФ как бы пришло со своими инъекциями, нигде никто не заметил выхода из трудного положения, наоборот, госдолг только субъектом. Сорос, Штиглиц, лауреат Нобелевской Да, это серьезные ребята. Можно любить Сорос, а не любить, но то, что он финансов что-то понимает, это однозначно. Да, критика МВФ, она существует, но тем не менее эта организация существует, и как мы видим, нам она иногда очень надобна, и не только нам, и Украина. Вот сейчас Украина может получить свой миллиард от Евросоюзов, но сначала половина, только в случае, если возобновить свои отношения с МВФ. Конечно, это и структура, которая держит тебя, можно сказать, в заперти или в оковах, но это в то же время и сила, которая тебя развивает. Дело в том, что МВФ это все-таки не благотворительный клуб, это банк. Конечно. А банк, для него прибыль, профит куда-то не дается. Но, конечно, там проценты не самые высокие, но тем не менее. Тем не менее. И поэтому... Они же не просто так вот, тебе отдают деньги под проценты, говорят, столько мне вернешь тогда-то. Вот. Они же обкладывают это массой условий структурного характера. Давай это социальное обеспечение понижай, давай там эти пенсии поменьше, давай то, давай все. Вот, например, как Греция с Евробанком и так далее. Согласен. То есть... Что теперь насчет Востока? У Востока появились огромные денежные ресурсы, в том числе долларовые. Вон Китай запасы около только пяти. Это же то, что я сейчас назову, это не шутки. Около пяти триллионов долларов. Это колоссальная масса. Госдолг США 20 где-то триллионов, это четверть. Они могут обвалить финансовые рынки, все. Но китайцы мудрые, они никогда этого не сделают, потому что они сами этим пользуются. Скажем так, у них появились излишки. Насколько все-таки Западу надо считаться с тем, что Восток в лице Китая, России, Индии, Индонезии, Бразилии и так далее, он экономический и не только экономический, военно продолжает усиливаться. Вот хорошо играть роль гегемона, но если не быть разумным, если идти на обострение, мы видим, начинает в мире, там потрескивать, трещать, молнии появляются, и как бы беды не было. Нам что делать в этой ситуации? Нет, ну они все время, какая-то держава растет, другая опускается. Мы согласились, таких войн, таможенных и прочих, тарифных, еще не было. Размах невероятный. Но в этой войне, вы понимаете, опять, нельзя просто так абстрактно анализировать ситуацию. Я не абстрактно, я количественно. Вот представляешь, тарифная война, ба-бах, один указ, 200 миллиардов баксов, еще один, такого в жизни не было. Я когда говорю абстрактно, имею в виду, что мы анализируем как бы со стороны, а на самом деле нужно себя позиционировать, встроить, как-то в эту систему. и, конечно же, тут во многом проблема нашего мира. Вы говорите Восток, а я это не воспринимаю, потому что, если вы говорите про Китай, то вот в этом противоречии, которое существует между китайцами и Западом... Это цивилизационное, согласен. А мы на стыке, мы на стыке, но мы ближе к Западу, и вот в этом даже проблема и России, потому что, с одной стороны, она хочет вот эта шанхайская организация, она в хороших отношениях А с другой стороны, Пушкин, Толстой, Настыевский, французский язык, А с другой стороны, если Китай вырастет и станет супердержавой, сильнее, чем США, то не знаю, если Россия от этого выиграет. Кому веселее будет. Да, поэтому это очень такие тонкие моменты, и я думаю, политика России это как-то отражает в том плане, что Россия не становится полностью на стороне Востока против Запада. Она не может этого делать. А я почему акцентирую Россию как православное государство? Мы тоже православное. Мы близки к тем, но мы не можем отрицать наши православные корни, и мы тоже не можем двигаться очень сильно на Восток, потому что мы понимаем, что это в растущий Восток, это тоже монстр, который мы владеем. Скажем так, на Востоке зарождающийся дракон, там орел, значит, это самый всезакрылый, а тут дракон, находиться между... Мне кажется, Россия, потому ее орелы двуглавые, что приходится то на Запад, то на Восток. Я думаю, в этом что-то есть. Ну и у нас на нашем гербе Сарилиш, Илуна, Иопортад, Кунуна. То есть, как бы тоже с тем, во фронте, но два астра, два светила, молдаванин всегда за пазухой где-то в уме имеет, да? Да, но, кстати, это, я не вспомню сейчас точно про двуглавого орла, но понятно, что Россия, она двуглавая, это, славяно-фильство западное, это Москва-Питер, на русском гербе двуглавый орел, Москва-Питер, да, две разные, да, понимание, и Россия всегда останется вот так где-то в середине. И что нам бедным делать, когда, вот посмотри, если бы было так, что вот хотим дружить, вот, наш президент, я с ним согласен, вопросов нет, надо дружить и с Востоком, и с Западом, все хорошо, но почему-то и с Западом, и с Восток, как-то весьма ревнивый, как тебя потянуло на Восток, плюха со стороны Запада, как потянуло на Запад, плюха со стороны Востока. Ну, это хорошо, значит, они неравнодушны, они нас любят, но... Они стали нас замечать, да? Они, да, причем многие говорят, что сейчас интерес возрос. Казалось, мы привыкли уже давно, говорим, что Молдова это не значащий червь мира сего, как бы, как это выражалось. Ну, понятно, что Украина намного, в тысячу раз важнее Молдовы, но, тем не менее, все ощущают, что есть этот интерес. Вы видите, даже этот случай, опять я к нему возвращаюсь, вот, выдача семи преподавателей, он показывает, насколько интересно может быть маленькая страна, большой стране, Турция, это тоже бывшая империя, которая, в принципе, не отказывается от своих амбиций, и вот они нашли способ как-то... Повлиять. договориться, причем ясно, что с точки зрения государств, это какой-то дил, как говорят американцы, это соглашение, это, ну... Сделка. Сделка. Это сделка. Вот нам еще неизвестны все элементы этой сделки, но мы видим, что Молдова может быть, не Молдова, а то, что происходит, может быть объектом сделки для Молдовы. А раз так представляется... Можно торговаться. Можно торговаться. Значит, скажем так, что по-любому Молдова, несмотря на свои, так сказать, габариты, да, я помню в Китае на базаре есть такой базар, где всякое старое, что хочешь, и нашел, значит, глобус, жалко не купил. Там инкрустированы из разных камней. Вот. И что интересно, вот там, где Молдова, вот Лихтенштейн и так далее, мы как глобус небольшой, то мы были одним маленьким камушком. И когда я взял, через лупу посмотрел на этот камушек, то я увидел там желтые, синие, красные крапинки. И сказал, ну, товарищи китайцы, кто придумал? Да, ювелирная работа. Ювелирная работа. То есть, даже на этом глобусе все равно мы какую-то цену настретовали. Через микроскоп, но все равно кто-то видит и считается. Ну, да, принимает во внимание. Итак, значит, наша передача вот уже почти заканчивается. Что бы ты хотел сказать нашим дорогим соотечественникам? Потому что у нас многие унывают, говорят, кого не выбирай, ничего в этом не... Я, например, считаю так, что, ребята, надо не только по кухням судачить, а вот когда выборы, иди и голосуй. Не нравится кто-то, зачеркивай. видишь кого-то не скомпрометированно или тебе нет, голосуй. Потому что я считаю, что человек, который голосует ногами, он навсегда теряет не только родину, но и самого себя. Пожалуйста. Господин Борисович, я за свою жизнь, будучи в неправительственной организации, так часто приводил этот пример и с этим лозунгом ходил идите на выборы, что позвольте мне уже как-то от него отойти. Он, мне кажется, излишним в нашем несколько ином непротестантском обществе, который требует, протестантское общество требует личного такого прямого участия. Мы так более православные, мы имеем право и не пойти на выборы, позволю я себе это сказать. Нет, так это святое право демократическое, и кое-что иди, не кое-что иди. Но я хочу сказать другое, что вот по ком звонит колокол. Вот очень здорово один пастор сказал, которого гитлеровцы, эсэсовцы схватили. Он говорит, когда моего друга еврея забрали, я молчал. Когда какого-то друга коммуниста забрали, я молчал. оппозиция про нашу власть. А когда говорит, пришли за мной, говорит, и некому было меня предупредить и пожалеть. Ну, это, да. Это так. Это так, но это всегда было в истории, каждый заботится о себе, и есть случаи обратные, когда те, которые промолчали, они выигрывали. Ну, капу жил, ка цаги, а ну да. Поэтому... что наше время заканчивается, и так мы заканчиваем на том, что в народных пословицах, в народных поговорках скрыта большая мудрость. Причем, она очень различная. На всякий, что говорит, дурака работа любит, есть без труда не вытащишь рыбки из пруда. То есть, на каждую пословицу есть кон. То есть, мир у нас, это и как влево можно двигаться и вправо, главное, люди будьте бдительны, соображайте и принимайте правильные решения. Большое спасибо. И слушайте умных людей. Опа, спасибо большое. Итак, дорогие соотечественники, у нас в гостях был Корнелий Чуря, человек, я вам обещал, что он на самом деле мыслит оригинально. На Западе его считают евроскептиком, на Востоке его считают, что он какой-то прозападник, а на самом деле это трезвомыслящий молдавский характер в самом хорошем смысле этого слова. Потому что я считаю, что наши люди при всем нашем куматризме, непотизме во всех наших фокусах люди, безусловно, талантливые, а еще учесть, что наш фольклор многонациональный, да еще как, то я считаю, что мы не лишены перспектив. И пока мы верим в эту землю, пока мы верим в нашу государственность и в нашу звезду и судьбу и моральный закон внутри нас, с нами все будет нормально. Обнимаю вас, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. 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 Субтитры создавал DimaTorzok